СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ Угощений не принесли Нет у нас стали традиционных угощений национальных Я думаю, что это, наверное Тоже упрек Нет, это только констатация факта Давайте будем начинать беседовать Будем ждать на Навруз Навруз, да Навруз также соберем В марте следующего года Да? Да, да Ну, так или иначе, сегодня у нас в студии Люди, с которыми мы знакомы Которые были неоднократно у нас В том числе и на программе СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ Есть и те, с которыми впервые мы сегодня познакомимся Но так или иначе, мы все вместе будем подводить итоги года Да, уходящего 2017 Ну да, так сегодня 29 декабря И говорить о том, как у нас Межнациональное сотрудничество в этом году развивалось Ну, может быть, мы еще поспрашиваем немножко Если будет время о планах на следующий год Конечно Вот, кое-что из того, что было в 2017 году Мы, в принципе, некоторые вещи мы и помним И участвовали Но мы сейчас нам и напомните Последнее яркое дело 2017 года У нас был форум религии против терроризма Да, 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 в декабре как раз Такой достаточно яркий форум был Достаточно яркий И представители были И самое интересное И мы говорили об этом студии Да, и у нас здесь С гостями из Дагестана Кстати, я очень интересные вещи услышал во время общения с ними Думаю, что те, кто слушал нашу передачу Наверное, тоже для себя почерпнули достаточно много мудрых мыслей Итак, давай представляем Давайте с конца списка нашего начну Олежон Саитов, руководитель узбекской диаспоры Кировской области Олежон, добрый день Здравствуйте Председатель Кировской региональной общественной организации Татар Яшлек Член общественной палаты и член рабочей группы общественной палаты По межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству Здравствуйте Здравствуйте, рады приветствовать вас Максуджон Шарифов Представитель молодежного крыла Таджикской диаспоры Кировской области Максуджон, добрый день Здравствуйте Ну и, конечно же, с нами Абдурахман Османов Это представитель правительства республики Дагестан в Кировской области Добрый день, приветствуем вас Здравствуйте Добрый друг, товарищ Ильнур Гусейнов. Президент благотворительного фонда Азербайджана, председатель рабочей группы по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству и председатель комиссии по вопросам гражданского общества и все это в общественной палате Кировской области. Все относится к Надежде Селезьяновне, Федяевой, то, что сказано про Ильнур, председатель, а Надежда у нас член рабочей группы и член общественной палаты Кировской области. Ну, уточнение важное. Ну, что, друзья, вот 29 декабря, понятно, что мы бы могли вас 31-го пригласить, но, наверное, выходной не очень хорошо, и, наверное, у вас там уже планы, так сказать, достаточно серьезные. Так или иначе, это интернациональный праздник, Новый год. Так или иначе, я не знаю, я вот с советских времен праздную, и до сих пор Шахта-Баба, так сказать, у меня в памяти, это в переводе с из-за гражданского Деда Мороза. Шахта-Баба. Шахта-Баба, да. Кстати, у татар Деда Мороз есть? Нет такого персонажа, как Деда Мороза? Ну, как по-татарски будет Деда Мороза? Я говорю, ел, это Новый год. А как Дедушка, ну, Баба это Бабая. Ну, Шахта-Бабай, значит. А по-татарски? Бубой-Барфи будет. О, видите, вот уже Бой-Барфи. Бубой-Барфи, Бубой это дед, а Барфи это снег, как бы снежный дед. Снежный дед. Как там в Дагестане? Кор-Баба. Как? Кор-Баба, это кор-баба. Да, снежный дед. В Дагестане, Дагестан такой многонациональный, поэтому у нас такого национальности в Дагестане нет. Ну да. Поэтому тут столько много. Больше ста народных. Да, поэтому тут особо не скажешь, каждый по-своему может говорить, поэтому и как все российские Деда Мороза и все. На этом и закончим. Самый, между прочим, рациональный подход. Дед Мороз. А вы знаете, что еще есть? Вятский Дед Мороз. Вятский Дед Мороз? Вятский Дед Мороз. Сегодня мы слышали Руслана Мамедова. Да, 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 Руслана Мамедова все это к нам рассказывал. Человека он уже объявлял, как Вятский Дед Мороз уже на всю страну, в том числе за рубежом, будет уже известен. Марку зарегистрировал. Да, да, такой бренд. Вятский Дед Мороз. Даже, оказывается, паспорт успел получить. Да. Официально. Ну, мы пожелаем ему успехов, потому что от того, что он объявил, что это бренд, это еще брендом не стало. Брендом станет, когда будет стоить миллиардов. Так, Руслан, когда будет стоить миллиарды, ты нам там проценты отчислишь за то, что мы тут пропагандируем. За то, что мы тут рекламируем уже твой бренд, Вятский Дед Мороз. Ильдур, давайте вспомним самые яркие события уходящего года в плане дружбы между народами, которые населяют Кировскую область. Я сперва хочу всех нас поздравить с наступающим Новым годом. Всем желать добра, гармонии, мира. Самое главное нам в нашей большой стране, в нашем большом доме мира не хватает, чтобы мы всегда жили в мире и в дружбе, и взаимопонимании. Конечно, 2017 год вот-вот заканчивается, и много успели сделать, и частично и не успели сделать. Некоторые есть наработки. С прошлого еще форума гражданского, наша рабочая группа по международному... С прошлого, с 2016 года, да? Да, с 2016 года наша рабочая группа по международному сотрудничеству организовывала в гражданском форуме секцию как раз о идентичности российской нации. Помните, еще президент Владимир Владимирович Путин об этом говорил. Естественно, мы частично не успели это доработать. Я думаю, что на 2017 год в наших планах есть законопроект, обсудить наши рабочие группы, как раз и вынести на Общественную палату Российской Федерации. В чем суть законопроекта? Законопроект, чтобы, допустим, мы, помните, еще с вами здесь обсуждали, к нам переехали по линии Ассамблеи народов России, помните, да, там, Зорин Владимир Юрьевич, Семенова, Светлана. Как раз мы этот вопрос тогда еще поднимали, о законопроекте, о российской нации. Ну, частично будем работать, пока еще нам не удалось. Естественно, мы свои рекомендации сделали. Как мы понимаем, этот закон вообще стоит ли, допустим, будоражить общество с таким законом вообще там о российской нации, да. Такое, потому что мы знаем, что Россия многонациональная страна, в одном Дагестане там более двухсот националистов проживает. Это Россия в России получается, да, также в других субъектах. Ну, тем не менее, я хочу сказать о хорошем. Вот недавно вспомнили религия против терроризма, это форум, да, форум ежегодный, практически межрегиональный форум. Традиционный, можно сказать, да. Ну, вот, в принципе, много что было сделано для этого форума. Сколько там человек было на этом, ну, сколько представителей, скольких регионов у нас, откуда там были? У нас из четырех регионов представители были. Основные представители переехали из Дагестана, благодаря как раз Османову, представители Республики Дагестан, Кировской области. С ним тесно поработали в этом направлении. Они представители Татарстана были, представители Таджикистана, также там из Узбекистана. Там, конечно, из Узбекистана переехали ребята, которые, они в жизнь проживают здесь, на территории Кировской области. А также можно сказать, что там у нас представители из Ирана должны были быть, но в последний момент мы их не дождались, потому что планы поменялись в связи с Мавлудом, пророком Мухаммада, салалу алейкум, и не смогли они переехать. Но на следующий год обещали обязательно, посольство Турции отправляли направление, они обещали в следующем году. Также Ирана, в том числе Ирака, которое там есть у них консульство на территории Российской Федерации. И также, естественно, традиционно Российской Федерации, там духовенство, там православие, церковь обязательно принимал участие. Отец Андрей там выступал со своим докладом. Отец Андрей Лебедев, да, Лебедев, руководитель миссионерского отделения. А также, в принципе, ежемесячно мы собираемся, наша рабочая группа по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству, для того, чтобы там обсудить какие-то проблемы. Мы знаем, что всегда мы говорим, как там межнациональный вопрос, значит проблема, или межконфессиональный вопрос, значит проблема. Нет, это не так. Мы об этом каждый месяц говорим, для того, чтобы изучаем, что творится в нашем регионе. Как раз эти моменты, наработки мы совместно с правоохранительными органами, правительственниц Кировской области, законодательное собрание Кировской области обсуждаем, для того, чтобы не допустить каких-то негативных примеров на нашем регионе. Помните, в 2012 году у нас в Демиановской событии были, мы уже практически это прижили, но тем не менее делаем все, чтобы наша область жила в гармонии. Как раз у нас и число общественной палаты растет, как бы национальных объединений представителей, да, как раз и сейчас представители, скажем, там, татарской организации «Яшлык», «Молодость» скажет об этом, как бы, кажется, Федяева стала членом общественной палаты. Надежда Селезяна, наверное, к Надежде, перейдем уже тогда, да? Расскажите о своей организации, чем вы занимаетесь, в чем роль, в чем суть. Еще раз добрый день, я вас поздравляю с наступающим Новым годом, год собаки. Собака – это друг человека. Спасибо, что допомнили. Мы всегда в дружбе, в единении живем, так что в каждой семье у нас есть и кошки, и собаки, так что живем мы мирно. Да, значит, конечно, планов очень много. Да, конечно, мы же друзья, тем более Российская Федерация, как и Эльнур сказал, что вообще общенациональная и большая единая семья. Это единство, оно везде и всюду сплачивало нас, исплатило конкретно со всеми нациями. Работаем, конечно, плодотворно. Наша организация открыта в 8-м году в марте, так что в 18-м году в марте месяц будет у нас большой праздник. Десятилетие в марте, да, 30-го марта. То есть мы, помимо того, что на УЗА отметим, чак-чак кушать. Да, 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 да. Вкусняшки – это всегда национальное блюдо. Вы нам, пожалуйста, приглашение с Володей отдельно. Обязательно. И чак-чак, когда вы приготовите, нам тоже на отдельном столе с Володей. Хорошо. Здесь вообще как-то дискриминация. Я считаю, что на всех праздниках всегда всем хватает всех вкус, всех вкусных яс. Нам все равно отдельно. Хорошо. Отдельную тарелочку сделаем обязательно. А чем конкретно занимается? Конкретно у нас именно укрепление и взаимодействие сотрудничества между всеми региональными и общественными и гражданскими обществами. А именно, что именно это? Сплочение и укрепление. Наше единство в чем? Наша семья. Какая бы ни была бы, вот на всем уровне, везде и всюду, я всегда говорю, семья – это что? Родители и дети. Уважение к старшим, оно должно присутствовать везде. Кто бы где бы там не говорил бы, что там нет. Давайте, ребята, начинаем с семьи. Потому что все начинается с любви. То есть немножко подальше микрофон чуть-чуть, да? То есть ваше объединение, собственно говоря, пропагандирует традиционные ценности. Татарского народа. Да, именно, конечно. Татарского народа. И это, как Эльнур сказал, это один из способов достижения гармонии и межнационального мира в России. Вы считаете, что через это… Когда ты вообще представитель всех национальностей воспринимаешь как одна большая семья. Как одна большая семья. А как вот вам удается преподнести, что вот не просто надо уважать старших, а нужно уважать старших, невзирая на лица? Ну, первым делом, я, наверное, не знаю, многие, наверное, не знают, я шесть лет работала в Москве. Опыт у меня очень большой. Так как она столица у нас самая, как говорится, большая. Котел. Большой. Правильно. Где все нации. А для меня это все друзья. Из-за этого, начиная с любого праздника, возьмем мы, например, День имени Ника. Приходит на День имени Ника, детей приводит кто? Родители, мама, папа. Бывают и бабушки. Вы работали с детьми? Уточните, нет ли? Я экономист. А, экономист. А то мы и туда тоже хотели прийти, ежемесячные День именинника. Хорошо. Это мы делаем сезонно. Если, например, в октябре месяце я проводила День именинника, были летние, осенние. Володя, тебе сообщали, что проводили День именинника? К сожалению, нет. Ну, ладно. Будем работать общим, большим котлом общества. Сейчас следующее, значит, у нас будет в марте месяце, опять же, запланировали мы. День именинника? Подождите, может, не надо март, потому что там уже будет Наврус, значит, 30-го 10 лет. Понимаете. Может быть, нам, мы же все пополнеем, как бы, и потом апрель будет разгрузочный. Апрель месяц сделаем спартакиаду, да. А, в апреле у нас уже спортивное мероприятие. Да, спортивное мероприятие. То есть, ну, хорошо, День именинника, и что, вот, как вот там эти ваши основные идеи, принципы? Именно, конкретно, именно дети ставят такие пьески, где именно задействована семья. И когда вот именно они ставят постановку или стихотворение какое-то, и когда вот именно и сценировка идет вместе от детей с уважением, например, к родителям. День матери, 26 ноября, мы проводили в Доме дружбы народов. Я была инициатором. Какая вы молодец. Потому что ежегодно, и вот именно это поколение из поколения, когда сидят и со сцены дети рассказывают стихотворения, песни, поют про своих бабушек и дедушек, и про своих мам и пап, вот это именно укрепление. Хорошо. Надежда, а на каком языке у вас вот проходят праздники? И на татарском, и на русском. Почему скажу? Потому что у меня половина метисов полукровок. Многие все говорят. Ну, страна у нас такая. Да, из-за этого я сразу говорю. Я никому не сказала ни слова, что вот давайте татарча селяй шабес. Факультатив татарского языка. По субботам, по воскресеньям. Опять же в Доме дружбы народов. Доме дружбы народов. Блин, и куда-то надо записаться. Еще раз татар. Татарча селяй шабес. Татарча селяй шабес. Да. Во сколько? Разговариваем по-татарски. В субботу с трех часов факультатив. В субботу с трех. По воскресеньям с двенадцати часов. Открыто для всех. Для всех, да. Для желающих изучать татарский язык. Татарские и устные, и письменные. Писать тоже в очереди. Ну, я бы хотел сказать уже как филолог, что это путь, значит, к изучению и узбекского языка, и турецкого языка, и казахского языка, и туркменского, и так далее. Да, кто приходит. Один из кумыкского, наши тоже там. И кумыкского, я думаю, что там, наверное, черкесский где-то близко. Хотя, я не знаю, Дагестан тоже черкесс живет? Есть у нас там. То есть, тра-пра, снова она одна, да? Да, тюркские языки, да. Правописание, некоторые слова, некоторые изменяются. Да, он даже, когда Зуфархазад к нам в гости приезжал. Это Абдурахман Османов, представитель правительства, в Казанистан. Да, я просто так, между делом, так. Просто он приезжал, и когда он встречался с кумыком, он был так удивлен, что они так чисто разговаривают, и прекрасно друг друга понимают. Он говорит, я чувствую себя, как будто я в Казани. У нас есть там такое селение Казанище. 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 Да, я говорю, это Казанище. Я говорю, чувствую, что ты на краю Казани находится. Это Казанище. Я говорю, что ты как у себя дома у нас. И планомерно с факультатива, если кто-то желание имеет на второй год обучаться, лингвистическая у нас гимназия на Уральской, 9, школа. Именно сертифицирована, именно конкретно. И у нас есть преподаватель высшей категории Халилова Альфира Галеевна. Она и арабский, и татарский ведет. Очень хорошо. Из-за этого мы первый год, кто вот самоучилки приходят, чтобы изучать татарский язык, мы изучаем по самоучителю конкретно. Ну, а тем, кто хорошо, это дети, а тем, кто в возрасте захочет учить, у вас есть условия? То же самое, есть, конечно. То есть можно так же... У меня 8 человек в группе. 8 человек? Да, 2 женщины, ну уже, как сказать так, это почти что под бабушек можно сказать, потому что они именно хотят изучить татарский язык разговорный. А что их сподвигло? В семье. А потому что мы когда разговариваем, и когда они слышат разговорную речь, они, например, в Казани, так же, полукровки, да, например, половина. Я, опять же, говорю, я не могу делить. Я говорю или так... Все наши, Надежда, все наши, да. Все наши, правильно, все наши. Из-за этого, когда они приходят и говорят, вот я там слышала разговорную речь на татарском языке, но я не умею разговаривать. А хочется. А хочется. И понимать. Да, а потому что вся родня там, в Казани. А приезжаю, говорит, или вот как мой сын, говорит, у меня у папиной родне, дядя, говорит, глядя на моего сына, говорит на татарском языке, а сын на него смотрит. И дядя говорит, Максу Мамбе, говорит, ты понимаешь, он смотрит на меня, как собака, все понимает, сказать не может. Ну, да, язык, собственно говоря, да, очень важный. Из-за этого, вот если, хочу сказать, на большом круглом за столом, да, за большим столом сидим, приглашаем всех. Потому что, почему говорю, мы едем в Египет, мы едем в Турцию, мы едем везде всюду, во Францию, и везде есть татары. Они все равно именно, ну, не мусульмане, да, например, а только именно татары. Вот они просто-напросто, кто-то по военной службе уехал во Францию, кто-то в Италии живет, кто-то в Испании, и кто-то, опять же, в Турции. И когда слышат свою речь, говорят, о, как супер, а я, говорит, ни слова сказать не могу. Я говорю, для этого мы есть здесь, из-за этого. В том числе чисто практической так. Да, мы возрождаем это все. Мир-то становится маленьким, есть везде. Конечно, из-за этого, вот, все двери открыты, и для этого, говорю, дом дружбы народов. Приходите все. Ну, я вот хочу сейчас спросить у Абдурахмана. Абдурахман, вот. Представитель Республики Дагестан, напомню. Мы вот на форуме видели, значит, руководителей как раз вот управления, религиозного управления, или как он назывался, я, к сожалению, сейчас... Духовного управления. Духовного управления, да, спасибо, что... Вот, и журналисты из Дагестана, сейчас тоже имя не очень, как бы, ну, хорошо. Менялись координатами. Да, менялись. Абакарова, Руслан. Да, да, да. Вот, и приезд этих людей, вы, собственно, вы их приглашаете, да, и я уже вижу, не первый год они приезжают на... Но помимо вот этого форума, который, я считаю, что, ну, очень успешно, так сказать, проходит на территории Кировской области, религия против терроризма, какие еще вот события 17-го года вы бы считали для себя, вот, для вашей диаспоры успешными? Знаете, я вам... Начал еще раз. Добрый день всем, кто только присоединился к нам. Вот я хочу сказать одно. Этот год был у меня настолько насыщен, потому что мы в начале года создали сначала общественную организацию «Дагестанское землячество». И это было у нас первое, то, что мы сделали в этом году. Она была для чего? Была создана для того, чтобы еще больше объединить Тагестанское землячество. И хотя Эльдор Гусин, он несколько раз меня приглашал, как-то не хватало времени об этом говорить, и не мог появляться я здесь, вот. Не получалось. Не получалось, да. И одновременно в это же время у меня уже где-то в марте месяце были документы отправлены в Дагестан для утверждения представителями правительства Республики Дагестана Кировской области. Это была инициатива не моя, это была инициатива от всех дагестанцев, потому что я об этом, почему увереннее могу говорить, потому что были в списке более 200 человек. Есть подпись, есть телефон. Рассматривали. Да, подпись в телефоне, которые лежали на столе у министра национальности Дагестана. Вот. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Серьезно, большое значение, конечно, да. Потому что вы фактически сегодня выражаете, можно сказать, точку зрения Республики Дагестана, территории Кировской области. Да, принципально так оно и есть. Вот. И с этого времени мы уже в рабочей комиссии и общественной палате, и в разных площадках готовились к этому религию. Это межрегиональный форум, который мы уже в третий раз здесь проводим. И, конечно, например, у нас были для этого еще большие планы, но по силам физической, я имею в виду, по материальным ценностям, мы не могли это все более расширенно организовать. Но, слава богу, конечно, нашли люди, которые помогли. И действительно, вообще у нас, в чем фишка этого форума, я вам скажу, именно аналогично, как в нашем, взяли пример. Сегодня, в этом году более 6-7 регионов нашего федерального округа, Привозского, да, почти такой же форум проводили. Почему я говорю? Потому что к нам приходили, мы им давали нашу программу. Это было реально. В Яшкареле проводили, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Перми, в Уфе, в Казани, естественно. И еще даже и за пределами Екатеринбурга проводили, хотя он относится к Уральскому федеральному округу. Да, заметьте, что это уже не первый раз Кировская область становится законодателем в направлении межнационального. Да, конечно, честно скажу, мы всем приглашение, конечно, высылаем всегда всем и хотим, чтобы все участвовали. Даже для этого, мы, вы видели, вы там присутствовали в этом году, мы немножко даже сделали так, как круглый стол. И все заинтересованные лица были, начиная от всех исполнительных законодательных собраний, потом по праву человека. Представители духовенства. Да, духовенства, все были приглашены, и любой человек, можно было там уже тет-а-тет обсуждать те накопящие вопросы, которые мы могли бы там уже решить и принимать какую-то резолюцию. Меня не пригласили. Приглашали вас, я вам, честно говоря, но Руслан Касимов лично меня попросил, и было направлено вам письмо. Руслан Касимов, имам мечети нашего города? Да, потому что он занимался этими, вот, поэтому я всегда сторонник. Так, записали Касимова, спросим. Да, обязательно, обязательно, потому что я всегда сторонник, чтобы все там присутствовали, вот. Почему? Потому что там были очень такие насущные вопросы. И, конечно, я вот всегда, вот эти дагестанская большая делегация во главе заместителя муфты, эти люди, которые очень грамотные, там был журналист, он генеральный директор Юждаг телевидения. Главный редактор. Главный редактор в разных мероприятиях, его везде приглашают. И поэтому его, и еще интересно, что мы в этом году приглашали двоих известных спортсменов, понимаете? Это был олимпийский чемпион, султан Ибрагимов был. Потом чемпион по боям без правил, там, Магомед Малик. Это люди, которые известны. Мы за день до этого с этими людьми проходили в юности у нас была встреча. У нас была встреча на профсоюзе 43 бокса имени Камиля Джамалудинова. Потом 5 часов у нас была большая встреча в здании о повещении квалификации УСИНА. Там почти собирались очень много людей. Я имею в виду из силовых структур. Очень хорошо нас принял полковник Панкратов. Мы с ним давно уже в хороших отношениях. Я часто как в ранге, я еще как советник муфти Кировской области по общественным всем вопросам. Выступаю иногда по этим темам, по религиозным темам. И там выступаю, и УСИНА выступаю, и часто хожу в наши зоны отдаленные, которые там. В смысле, места заключили вы имеете? Да, в этом году уже два раза я бывал. У нас сейчас есть график, который мы буквально недавно составили со всеми заинтересованными лицами. Я тоже это подписал на следующий год, который мы будем как бы навещать все вот эти тюрьмы, зоны у нас, и какая тема там будет выступать. То есть с точки зрения как бы соблюдения прав верующих на территории... И то, что верующих. Мы даже там, вот честно я вам скажу, мы даже никого не отделим. Я, например, там иду как от имуфтията, да, и как представитель, например, республики Дагестан, как и так, и так, да, например. И мы даже там никого не делим. Мы, в общем, например, на все вопросы выносим. Даже если... Вне зависимости от какой-то национальности рассматривать проблемы. Если какой-то вопрос есть, который уже я не могу там решить, мы, конечно, и обращаемся и нашим диаспорам, которые находятся там. Если какой-то им нужен с ним говорить или как-то, да, это тоже мы приглашаем. Я прошу прощения, реклама у нас. Нужно прерваться на полторы минуты. После чего продолжим наше общение. Союз нерушимый. Наконец-то Нового года. Напоминаю, мы здесь собрались для того, чтобы подвести итоги 2017-го в плане межнационального сотрудничества. Вот очень долго говорили о важности и значимости, да, форума «Религия против терроризма». Лежон Саитов, руководитель узбекской диаспоры Кировской области. Пока вот еще сидит, сидит еще пока, слово не взял, а лежон. Подводите вы итоги, насколько был насыщенный, яркий год. Для вашей диаспоры. Для вашей диаспоры. В пользу случая поздравляю всех кировчан с наступающим Новым годом. Всех благ всем. Наша диаспора, вот, самая из молодых диаспор, среди диаспор, потому что я третий год работаю. За год было очень много дел у нас. Сначала января мы обычно делаем итог. Вот как раз вот в начале октября, января мы будем делать итог о проделанной работе. Вот все, как бы, диаспоры, вот эти участники, вот все наши диаспоры приходят туда, ну как с чаепитием проводим. То есть вы, 17-й год, начали с чаепития в январе. Да, да. Это главное было мероприятие вашего 17-го года. Первый раз, кстати, в Дом Дружбы Народу мы сделали вот этот. Так, в Доме Дружбы Народу. Да. Хорошо, а потом, что за чай? Узбекский чай был или какой? Азербайджанский? Азербайджанский чай, и еще черный, и кофе, конечно. Вот. Активно участвуем в городских мероприятиях. И вот первый раз вот в этом году. В субботниках тоже были. Ну как у нас спортивные мероприятия. У нас парни, вот студенты, вот, кстати, в этом году приехали 10 человек при новом президенте. Ага. В бюджет поступили. Тоже с ним я активно работы веду. И тоже опять к чай пить мы ходили туда. Вот. И с мигрантами у нас останавливались. Я думаю, чаем не ограничен. Наверное, плов узбекский был. Да, да, был обязательно. Был, был. Слушай, ну что это вообще? Праздник в сентябре, мысль дружества. Как хорошо они выступили. Да, молодцы. Как-то на чай пить нас бы тоже можно было пригласить. У меня такое ощущение, что диаспора очень насыщена живот. И 365 дней в году можно ходить в гости. Накормили, напоили. На следующий день другим накормили, напоили. Значит, из Узбекистана 10 человек. Вот в этом году. И узбекский бюджет поддерживает их. То есть они за счет узбекского бюджета учатся здесь у нас в Вятском университете государственном. Да, да, да. Отлично. Вот там, кстати, еще два русских аджик. Там еще был... Кто еще по националам? Все национальности, почти четыре национальности. Но Узбекистан тоже все-таки бывшая республика Советского Совета Советского Союза. Встретился с проблемой. Чем смог? Решали мы проблемы их. И основная часть у нас мигранты. По количеству на втором месте мы стоим. После Украины, конечно. И с ними тоже мы связь держим, связь. То есть это в основном трудовые мигранты? Да, очень большое количество. Среди узбеков около двух тысяч. То есть вы с ними работаете? Да, с ними легализуем, помогаем. А самые запоминающиеся мероприятия 2017 года для узбекской диаспоры? Парад дружбы народов. Это первый, да. Кстати, да. И еще национальная одежда. Все так приятная была. Я стал запоминающим. Знаете, встреча со студентами была. Очень хочу, чтобы вы на параде дружбы народов. Вот узбекам хочу сказать. Вот в вашем лице. Вот хочется, чтобы ваша колонна больше танцевала. Я знаю, что узбеки любят это дело. Это мы сделаем обязательно. Но вот пока я смотрел, я все время ходил и ждал. Но когда же узбеки начнут и покажут узбекские танцы? Никак. Чаю не выпили, что ли? Ну, видимо, чаю не хватало. Немножко добавить. Этот номер понял. У нас, кстати, вот есть талантливые студенты. Казани Думбра. Вот они играют очень классно. Я вот их снимал там на фотографии. И вот, кстати, вот этот вопрос, который вы можете тоже видеть презентацию. Я думаю, что многие люди, конечно, по истории помнят. Но многие бы хотели и в Узбекистан приехать, посмотреть такие древние города, как Бухарас, Амаркан, Тургенч. Да, да, да. И этим, наверное, не ограничивается. Может быть, мой словарный запас этим ограничивает, там, этими городами, историческое там знание. Но я знаю, что и Узбекистан этим не ограничится. Кстати, что относится и к Таджикистану тоже? Потому что там тоже очень много прекрасных... Ну, давайте Максу Джону передадим слово. Да, еще раз добрый день. Вот, ползуясь случаем, хотел бы поздравить наших... Вот, наш стол, в первую очередь. И наших слушателей тоже? И наших слушателей, и всех дорогих наших. Как на форсито звучит? Кировчанин. Поздравить? Да. Табрикот. Табрикот. Хотел бы поздравить... Табрик, наверное, так же. С наступающим Новым годом. И хотел бы пожелать вам всем нашим... Всем счастья, здоровья. Вот самое главное, чтобы было здоровье. Остальное все потихоньку будет в жизни. Человек. Да, Максим, вы учитесь-то... В политехническом. В политехническом. В опорном узел нашем. По какой специальности? Строительство архитектуры. Понятно. Ну, в общем, вы будущий наш клиент. Мы тут часто встречаемся с студентами. Раз уж молодежное крыло, оно как-то обособлено? В Таджикской диаспоре какие-то свои проблемы существуют? Да, конечно, свои проблемы. Как бы у нас ежегодно, чисто с нашей стороны, студентов как бы бюджетных поступает минимально 20 человек. Ежегодно. В ВУЗ 20 студентов Таджиков поступают. Это только в политех или во все ВУЗы? Не только в политех, а в других ВУЗах тоже есть. То есть 20 где-то только в политех? Только в политех. Ну, я знаю, что большое количество студентов поступает в юридическую академию, учатся там, приезжают. Тоже на бюджетные места? Да, тоже есть. Как бы, и вот в данный момент около 200 студентов иностранных худоев, таджикских студентов в городе есть. Учатся. Да, учатся. И как бы мы организуем там между собой. Из диаспора как бы нас помогают, нас поддерживают всегда. Какие-то мероприятия между нами, там, спортивные мероприятия. Всегда поддерживают нас. То есть вы тоже участвовали, и узбеки тоже участвовали, например, в Кубке Дружбы Народов. Да, да, было это. Вот, футбол играли, и там еще какие-то спортивные мероприятия, да? Мы активно, очень насыщенно. А, ну, самые запоминающиеся мероприятия с 17-го года, вот, для таджикской диаспоры. Вот для меня это парад Дружбы Народов, где ваши молодые ребята танцевали. Ах, как они танцевали. Это умеем, да. Да, было очень-очень-очень. Ну, до этого еще был праздник Навруза, вот, как бы в Политехе еще сперва отмечали, потом между Диаспором собрались все. В Доме Дружбы Народа. Все отмечали вместе. Ну, а вы вот во время Навруза поздравляете тех, кто еще отмечает, ну, про другие диаспоры? Вот вы таджикская диаспора, а Навруз у нас отвечают и узбекская, и азербайджанская. Ну, вот, как бы... Я могу добавить, естественно, Навруз мы все вместе отмечаем. Мы ежегодно, я помню, еще Дом отдыха снимали совместно с узбекской диаспорой за городом, и все диаспоры там были. И приглашали даже с русской диаспорой, получается, там... Первый раз мы Дом кино делали. А, первый раз мы сделали, да, в русском кругу, а потом мы уже расширили. Там семоляк еще раз. Конечно, у нас времени очень мало, я хочу всех нас поздравить еще раз, всех слушателей и жителей Кировской области. На самом деле, самым ярким мероприятием было в 2016-2017 году. Это у нас фестиваль национальных культур. Я помню, что узбекская диаспора, изумительную, там, организовывали такое культурное мероприятие, и вкусные пловы, таджикские, там, ну, все практически диаспоры были. Но в основном, по-моему, первое место заняли, да, вот... Да, 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 за плов, именно. Да, там, за культурное мероприятие, там, и в том числе за приготовление плова, были выручены призы. Я надеюсь, что в этом году мы эту традицию будем продолжать. Это на следующем уже в наступающем году, в следующем году, в восемнадцатом году, и всех ждем, как бы, на все мероприятия, всех диаспор. Но я надеюсь, что вот в общественной палате мы уже вопрос поднимали, чтобы от всех диаспор там собирать списки, какие там у них есть планы мероприятия, чтобы по меру возможностей, и мы там могли бы участие принимать, и через радио там донести до слушателей, чтобы и жители города тоже могли бы прийти в них участвовать. Так что будем работать в данном направлении. Ну, нам тоже приятно, что мы являемся частью, я имею в виду, наша программа является частью этого процесса. Слушайте, а можно я вот спрошу Абдрахману вас? Вот хорошо там, но я понимаю, что со временем уже, да. Ну, 20-30 секунд на ответ. Ну, когда мы увидим государственный ансамбль танца Дагестана на Кировской области? Знаете, честно скажу, у меня сейчас вот буквально мне вчера из Дагестана с правительством звонили, чтобы я им приготовил план, и вчера замминистра тоже попросил. У меня есть хороший план. Я думаю, для этого в ближайшее время я вам его представлю, и будем обсуждать. Чеченский-то был? Дагестанский обязательно. А когда будет государственный ансамбль танца Азербайджана? Ну, конечно. 20 января спектакль на татарском языке Мензелинский государственный драм-театр приезжает. Приходите. Дом культуры «Семья» в 14.00 приглашаю. Ну что, всех еще раз с наступающим Новым годом, всем нашим семьям мира, тепла, здоровья, добра, мира, любви, понимания и совместного благополучия. Спасибо. С Новым годом. Всего доброго. До свидания. С Новым годом. С Новым годом.